Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. И сегодня я хочу поделиться с вами одной подкормкой, которую необходимо в весенний период обязательно произвести для чеснока. Также она очень хорошо подходит для земляники, для лука. В общем, это суперсредство. В ней содержится в этой подкормке азот. Соответственно, это благоприятно скажется на росте зеленой массы и в дальнейшем отразится благоприятно на большом и хорошем урожае и чеснока, и лука, и, соответственно, земляники. Это всем известный аммиак, нашатырный спирт, который продается в аптеках. И вот эта самая обработка нашатырным спиртом, она также будет бороться с трипсами, которые у нас частенько паразитируют на чесноке. И чеснок из-за этого плохо хранится. Поэтому обязательно делаем эту подкормку для чеснока. Проводить эту подкормку все-таки желательно в вечернее время, когда у нас уже зашло солнышко, и проводим ее по заранее пролитой почве. Хорошо, конечно, делать эту подкормку после дождя, это экономит и время, и наши силы. Особенно данная подкормка будет полезна вот таким вот кустикам, которые у нас после зимы, когда сошел снег, они совсем были без листочков. И только вот сейчас на них так начали активно, с приходом именно тепла, отрастать листочки. И сейчас мы их дополнительно простимулируем. Азот в аммиаке содержится в такой легко усвояемой форме и очень быстро даст положительный результат. И в дальнейшем они у нас должны приобрести вот такой красивый, лохматый, прекрасный такой вид, и порадовать нас достойным, хорошим урожаем. Рекомендуемая концентрация, именно аммиака, получается 2 столовых ложки на 10 литров воды. Можно увеличивать концентрацию, доводить ее до 3 столовых ложек на 10 литров воды, если вы хотите, например, обработать чеснок, именно для борьбы с вредителями. Можно уменьшать, соответственно, делать 1 столовую ложку на 10 литров воды. Также эта подкормка может пригодиться и для огурчиков, совершенно спокойно. Можно сделать вот такую небольшую концентрацию, 1 столовую ложку на 10 литров воды. И полить, например, по пол-литра, а также по заранее пролитой почве пол-литра на куст. Добавляем 2 столовых ложки на 10 литров воды. Все хорошенько размешиваем и поливаем нашу землянику, наш чеснок или же лук. Это будет способствовать именно хорошему, активному развитию зеленой массы и в дальнейшем благоприятно скажется на урожаи и ягод, и, соответственно, чеснока, головок чеснока. И все хорошенечко так проливаем под корешок. И наша земляника, она сразу начнет это быстренько усвоять. У нас обязательно будут хорошие урожаи земляники. Многие говорят, что поздно эту подкормку делать, когда, например, земляника такая большая. Ничего подобного. Все это благоприятно скажется на развитии наших растений. Поэтому еще не поздно. Просто в этом году очень ранняя у нас весна. Ранняя и, соответственно, кусты земляники, они уж такие достаточно хорошие. Но это все равно мы ее простимулируем еще дополнительно. И у нас будет все хорошо. Ну а всем тем, кому понравилось данное видео, было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok